МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии и працеи Наталья Ихнатенко. Глядите у этого выпуска. Первопочатковая увага, безопасность и дисциплина. Профсоюзы Беларуси провели мониторинг готовностей из подарок до уборочной кампании. Гандлевые сувязи гомельской мясомолочной продукцией затекавились в китайском городе Хуаянь. Зручно и утульно. У Гомеля усталевали первый смарт-павильон «Белсоюз-Друку». А зараза об этом и иншим больше подробязна. Гомельская мясомолочная продукцией затекавились в китайском городе Хуаянь. Дорегация с Поднебесной сегодня завитала в наш областный центр с метой наведать предприемства, что специализуется на перепроцовце продуктов живого годовли. Узначали у делегации советник по экономичных питаниях Народного урада города Хуаянь. И он у першиню приехал в Гомель. Хоть по-братимске и относины по междунашими городами продолжатся с 1997 года. По словам гостя, первопочатковой причиной до приезда стала зацекавленность продукции предприемства «Милковита». Представники предприемства в мае этого года примали у делу другой международной китайской выставе «Харчовой промысловости». Именно там наши пропановы выкликали увагу жихару Хуаяне. Экспортная карта «Милковиты» мая в своем составе широк китайских городов. Хуаяне у них лику по кульняма. Однако тот факт, что там проживая омаль 5 миллионов человек, робит город перспективным экспортным партнером. Очень приятно быть здесь. Я впервые в Гомеле и Беларуси. В целом особый интерес у нас вызывают продукты вашего производства, в частности молоко. Мы хотим познакомиться со всем ассортиментом предприятия «Милковита». Визиты-дерегации различены на два дни. Сегодня по программе наведывание «Милковиты», завтра от лучшего и мясокомбинатов. Профсоюзы Беларуси завершили проведение месячника безпеки по подрыхтовке сельгазпродприемства до уборочной. Головная задача не только выявить недохопы в работе по охове працы, але и допомогти их ликвидовать. У одним из рейдов побывали и наши корреспонденты. Сельско-газподарши, вытворши кооператив 50 г. Кострышника, можно лишить опошней господаркой, куда инспекторы працы проезжают в рамках акции, проведенной по инициативе Федерации профсоюза Беларуси. Сегодня это стабильно прасывающее предприемство с внедренными доходами, при чем досягается такой выник. Утым лику за кошт жесткой працонной дисциплины. На початку каждого працонного дня обовязковый медицинский контроль, который проходит с отделом грамадского инспектора по охове працы. Контроль можно повторить и после завершения работы, но такой необходимости не возникает никогда. Кожный доброведует, чем ему поражает находление в состоянии алкогольного опьянения. В этом году такие выпады означены только одной. Отримался Амаль по классику. Его приклад – наука для инших. Один, который работал в животноводстве на раздаче кормов, позволил себе явиться на работу с достаточно дозой алкоголя. С таким человеком, естественно, он лишен прав, он лишен дополнительной оплаты, он лишен, естественно, классности, которую получал, он потерял очень большую сумму денег. Повышенная увага до оховы працы в агропромысловом комплексе тлумачица просто. Зараз гэта одна из самых небеспечных галин. Всю літа, минавіта тут, региструюца кожный трэцэсьмяродный выпадак, і кожный чатьвёртый выпадак з затрыманням цяжких травмов. Причины самые розны – ад порушення правилу електробеспеки, да не выкарыстання спецадзеня. Хоць і тут ёсь свае праблемы. Знаходзіцца ўтанный і неякасный вопраццы, асабліва, калі ў помешканні за плюс 30 градусаў просто немагчыма. А якасны адзеня і каштой адпаведна. Яшы пачас проведзеня мониторангу ў ПРАВСАЮЗі вырышылі да помагчы ў вырашэнні гэтай праблемы. С нашей стороні профінансірована пряобретэння спецобуві і будуть розданы тож в ряд хазяйств. Кроме таго, было закуплена за счёт ПРАВСАЮЗНАВА бюджета століки для того, щоб в полевых условіях механізаторі могли присість і не на корточках кушать, а именно непосредственно в более таких цивилизованных условіях. ПРАВСАЮЗНЫЙ МЕСЩННІК БЕЗПЕКІ ПАПДРАХТОЦІ СЕЛЬГАС ПРАДПРАЕМСТВУ ДАУБОРЫШНЫЙ завершыўся. Але гэта не значыць, што далейшы ход жнева застанецца пазаувагай. Контроль за ситуацией ў галіне профсаюзной инспекторы протягнуць ў составі мабільных груп РАВЫ Канкамаў. Гомель, Рыжаский район. Бесплатная зарадка для телефона, усмачная кава і кондиціонер. У Гомелю усталевали першы смарт-павильон «Белсаюз Друку». Йон разместівся на припынку восьмая соковіка. А крім адрукованной продукції і канцеляры, ў павильонах нового формату можна зараджать гаджеты і без обмежавання укорыстаться послугай доступу ў інтернет празвайфай. До кавы пропануюць розныя прысмаки і морозіва. З часам тут пачнуць прадаваць квіткі на мероприемство і прымаць аплату комунальных паслуг. Нахадаем першы такі павильон з'явіўся ў канцы минулога года ў Мінску. Йон став частка і ребрендынгу, які прамерковалі до 100 годзе прадприемства «Белсаюз Друк». Зараз ў краіні працюе 12 смарт-павильонов. У далейших планах замена старых кіоскаў новыми ў обласных і районных центрах. Об'єкты і паслуги будуть однольковыми, каб узровінь сервісу ў столицы і ў регіонах не адрознивався. Свої плюсы ёсті для супрацівників прадприемства. Наші продавцы имеют сьогодні достойные условия в рабочем місте, де вони можуть і вказати услугу в любую погоду, і кондиционер, і отопление. І надеемся і рассчитываем на то, що заработна плата значительно вырастет в данных торговых объектах, так як товароборот растет здесь, по нашому опыту, врастает в два раза. Билборд – як способ притягнення уваги громадськості до проблеми лясных пожаров. Удзельники Международного злёту юных вратовальников, які зараз проходять под Гомелем, представили свой погляд про змалюнок. Як проходзі утворчий конкурс масштабного дитячого форуму, доведаліся наші корреспонденти. Таймер на три години. Менавіта столькі часу адвяли організаторы на стваренні билбордів на тематику попередження пожаров у екосістемах. Многі команди прийшли на конкурс з ескізами і одразу приступили до справи. Інші імпровізували на черновіках. Годні ідеї пероносили на віалікі листы папєры. Услови проведення конкурсу прості. Участвують вся команда. Творчіський креативний підход для того, щоб нарісувати огромний билборд і розкрыти тему предупреждення пожаров у екосістемах. В течінні трьох часів ребята рисують, розукрашують, представляють. І затем, по окончанню того, як ізготовлен билборд, ребята презентують членам жюри. Акцент у дільні керабілі на створенні в образу у лісу я гужі хару, а так само їх безоборонності перед агнём. Подмацовували малюнкі слоганам – нідзі попереджуваючым, нідзі заклікаючым. Передать усе махчыме наступство лісних пожаров оказалося справа і непростай. Темболі у обмежаваный термін. Половина плаката – це буде ліс, птиц, буде гнездо с птицами. Вторая половина – це коли вже все згорело, там буде костер, буде згоревше гнездо птиц, все буде сере і мрачне. Ми розсуємо ольній, який дивитись, як його дом горит, і він дуже грустний. Ми допокажемо страхово в жевутінський освіт. Ми хочемо показати страх жевутніх від пожара. Волка, який вам і нарісуємо, він буде символізірувати цей страх. Гэті плакаты цілком могли показатися на білбордах нашої країни, намаляванной жевеллі птушкі, стати гєроями соціяльній рекламы ці повучальніх мультфільмів. Процтавнікі замежних країн, які приїхали на зліт, з'явлені тим фактом, що у Беларусі правилам поводзіна у надзвычайних ситуаціях починають навучаць уже у дітячих садках. А малюнкі пераможців подобних творчих конкурсів матеріалах, листовках і плакатах. Увыніку журы признала лєпшай роботу команды з Латвії. Конкурсная праграма зліту протягується. Урочистое закриттё і узнагородження пераможців відбудеться завтра. Євгенія Кухарона, Каліся Родзянкова, Ігор Марышченка, телерадиокампанія «Гоміль». А пошнію прем'єру 27-го театрального сізону проставили сьогодні у Гомільськім городським молодёжным театрі. Спектаклі з провокаційной назвою «Урод» поставлены по п'єсі немецкаго драматурга Мариуса фон Майнбурга. Жанр твору вызначены як сатаричная комедія. Головний герой, талі навіта інженер-электрик Лете, раптом разумеє, што йон невірагодна выродливы. Чому ранее ніхто не казав яму про гэта? Чому яго шеф зрабіл гэта, калі лето збіраўся на Конгрес, каб працтавіць своє нове вынаходніцтва? Інженер допытвае жонку, і яна признаецца, што с самого початку лічыла твар мужа полной катастрофой. Мужчина вращає звернуться до пластичного хірурга. Ці допомагло гэта. Отказна гэта і інша пыта не дає новая постановка. Театр пропонує прозважаць об проблемах сучаснага громадства, у якім панує культ плакатной прыгажості і поспяховості. А чоловек часом становіцца товарам. Все ми сегодня зависимо от каких-то попыток стандартизувати все і вся. І на цьому фоні, мені кажеться, це дуже дуже потрібно в утрированной формі посмотреть, ну, якщо не на себе, то на своїх знакомих, і самим так не поступати, не делати. Тому що потерять себе, своє «я» в погоні за чим-то внешним, привлекательним, дабы добіться чого-то, опять же, очень іллюзорного, или даже не іллюзорного, скажемо, финансового. При этом потерять себе очень легко, а вернуть себе бывает порой тяжело, а порой даже невозможно. Прем'єрные показы спектакля у Гомелі отбудуться так само 12, 20 і 24 липеня. На Новобелецькім пляжах Гомелі в гэту суботу заплановали День Нептуна. Правда, у адміністрації района одразу оговорюються, що у совізі з умовами надвор'ям махчимые коррективы. Коли усе ж таки пойде по плане, то гостей чекається атралізованная свята. Открыє яго представління з удзелом костюмірованных персонажів. По традиції, Валадар Мороу эффектно з'явіться на пляже у кампанії русалок. Далей забавляльная программа для дятей і дорослых. Початок у 11 годин. Гэты, а так само інші новіны, ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеці по адресі www.tvrgomel.by. Нагитим, випуск завершений. Дякую за увагу і до нових зустріч у ефірі. Де-факто продолжає ефір телеканала «Беларусь-4». В студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Три пожара зафиксированы в Гомельской области за прошедшие сутки. На оказання техніческой помощі спасатели выезжали 11 раз. Одно із возгораний произошло в Житковичах. Горел кирпичний двухэтажний сарай. Огонь повредил кровлю і імущество, которое находилось внутри строення. Причина пожара устанавливається. Рассматриваемая версія – удар молний. Вероятно, по этой же причине вчера вечером загорелся жилой дом в деревне Крупейки Лоевского района. В результате інцидента частично повреждена кровля. Но пострадавших нет. Выполнил ремонт, а потом ограбил заказчика. В Житковичах оперативно раскрыто дело о краже. 8 июля в дежурную службу РОВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что накануне ночью неизвестный разбил оконную раму подвального помещения, проник в дом и совершил кражу. Список пропавшего внушительный. Крупная сумма денег в белорусских рублях и иностранной валюте, драгоценности, а также алкогольные напитки. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след преступника. Им оказался 40-летний житель Микошевичей, который занимался внутренней отделкой стен в доме потерпевшей. По предварительной информации, события развивались следующим образом. В последний день работ он искал в гараже ненужную ветошь и наткнулся на женскую сумку. Внутри нашел крупную сумму денег и решил похитить, прихватив с собой виски и коньяк. В ночь 7 на 8 июля мужчина, работая в ночную смену на предприятии в родном городе, использовал часовой перерыв в своих целях. Он приехал в Житковичи, открыл ключом дверь в доме, так как делал ремонт и имел доступ к помещению, проник вовнутрь и похитил имущество. А чтобы отвести от себя подозрения, разбил оконную раму. Украденные деньги положил в небольшое ведро и закопал в личном гараже. По факту совершения кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. А в Гомеле задержали наркофермера, который выращивал коноплю на чердаке своего дома, а после продавал. Мужчину 1986 года рождения поймали с поличной в момент продажи. Позже оперативники проверили частный дом Гомельчанина. В ходе обыска обнаружено более 50 граммов вещества растительного происхождения зелено-коричневого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана. Поднявшись на чердак, правоохранители увидели целую ферму по выращиванию аркосодержащих растений. Готовую продукцию дилер хранил в различных местах дома. Отыскать все тайники помогла служебная собака по кличке Дезире. В настоящее время подозреваемый в незаконном изготовлении и сбытии наркотических средств задержан. Возбуждено уголовное дело. Пьяное вождение стало причиной крупного ДТП в Мозыре. Авария произошла ночью на улице Интернациональной. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Golf поднимался по склону от улицы Горького. После поворота к улице Интернациональной не справился с управлением и въехал в припаркованный микроавтобус. В результате столкновения повреждения получила еще одна машина, стоявшая рядом. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,7 промилле. По данному факту продолжается разбирательство. На сегодня это вся информация выпуска. Следите за происшествием региона вместе с Де Факто. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельские боксеры завоевали три награды на международном молодежном турнире памяти заслуженного тренера Украины Бориса Андреева. Состязания проходили в Харькове. В весовой категории до 60 килограммов. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Дмитрий Бальков. Максим Паньков взял бронзу весе до 56 килограммов. В третьем стал и Никита Рыбалкин. За награду международного турнира памяти заслуженного тренера Украины Бориса Андреева спорили спортсмены из семи стран. Это Украина, Беларусь, Армения, Грузия, Литва, Кыргызстан и Молдова. Успешно выступили гомельские легкоатлеты на юношеских балтийских играх, которые прошли в шведском Карлстаде. На счету наших спортсменов шесть наград. Андрей Максимов стал лучшим в метании копья. Александр Марфушкин победил в секторе для прыжков с шестом. А Вячеслав Макеев показал лучшие секунды в финальном забеге на 2000 метров. На этой же дистанции у девушек Амна Шпак выиграла серебро. В метании копья Дарья Себик показала второй результат. Людмила Евтушенко заняла второе место в прыжках с шестом. Победителями областной спартакиады детско-юношеских спортивных школ по пляжному волейболу стали пары с Гомелем. Соревнования проходили на площадках стадиона «Луч». В финале состязаний девушек воспитанницы из дюшор Гомель-Стекло Мария Арькова и Кристина Козецкая со счетом 2-1 были сильнее представительниц Мозырьской из дюшор Жемчужина-Полесья, Дарьи Кулида и Дарьи Костровой. Золото у юношей оспаривали гомельские и жлобинские пляжники. В финале сошлись Сергей Петрусев и Антон Белоусов из дюшор Энергия и воспитанники жлобинского отзора Артем Шара и Антон Сабуров. Сильнее была гомельская пара 2-0. Отничу, что финалисты будут представлять Гомельскую область на республиканской спартакиаде Дю США. Она пройдет со 2 по 4 августа в Молодечно. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...